Ежегодно осенью отмечают День трезвости в России, 11 сентября. История этого праздника берет свое начало в 1913 году. Активное трезвенническое движение было инициировано православной церковью. Члены обществ трезвости пропагандировали жизнь без алкоголя. Они проводили воспитательные беседы, распространяли листовки и журналы. Одним из значимых результатов такой просветительской работы и стал День трезвости. Дату выбрали не случайно. Это праздник усекновения главы Иоанна Предтечи. 2000 лет назад во время поста царь Ирод на пьяном Перу приказал казнить святого. Пьянство и по сей день – большая проблема человечества. Как с ней борются в нашем регионе, расскажем в следующем материале. Алкоголь ежедневно убивает 2,5 миллиона человек в мире. Такова статистика ВОЗ. По статистике регионального наркологического диспансера в Ульяновской области число алкозависимых за последние годы снизилось. Не без участия специалистов этого медучреждения. На учете в нем на сегодня состоит около 10 тысяч ульяновцев. Это менее 1% от всего населения региона. У каждого история своя, но все об одном. У меня есть ребенок. Я водила его в школу с присущими руками. В какой-то момент я поняла, что надо, наверное, прекращать, но сама не могла уже остановиться никак. И в один прекрасный день я думала, что уже не надо похмеляться, я остановлюсь сама. И со мной произошел приступ. Приступ эпилепсии на фоне алкогольного употребления. В этой больнице пациенты находятся от нескольких недель до 9 месяцев. Здесь не только помогают преодолеть абстинентный синдром, похмелье в народе, но и лечат нервные расстройства, депрессию. Дальше отделение реабилитации. Сюда попадают те, кто всерьез решил исправить свою жизнь. Основной упор на психологическую, психотерапевтическую работу. Есть и социальная терапия. Выигрывает грант наша реабилитация, духовная служба. И на эти деньги совершаются паломнические поездки в различные, ну, близлежащие города с обязательным посещением храма, потому что это все-таки православная поездка. И еще мы выбираем какое-нибудь такое посещение, какого-нибудь музея или просто гуляние по городу, по набережной. Тем самым мы пациентам показываем, что вообще есть другая жизнь без алкоголя. И она не менее интересна, чем вот такая, какая у них. Есть другая интересная жизнь. К пациентам областной наркологической больницы приходит осознание и не только этого. И только тут, наверное, действительно пришло осознание, какую-то действительно нестерпимую боль мы причиняли своим близким. Идя на этот шаг и разрушая себя полностью. То есть нет такого, что я немножечко побалуюсь и прекращу. Ну, так это еще такой самообман. Специалисты-наркодиспансеры говорят, что зачастую человек попадает в зависимость не просто так. Спровоцировать ее может какая-либо негативная ситуация в жизни. И стоит быть внимательнее хотя бы к своим близким. Элла Шахова, Дамир Губеев, Вести Ульяновск. До новых встреч! До новых встреч!